...собирать подписи. Праздничный недобор. В латвийских школах всё меньше и учеников, и учителей. Сегодня начался новый учебный год. Почти для 200 тысяч латвийских школьников. При этом с каждым годом их становится всё меньше. И прогнозы неутешительные. Первый звонок в репортаже с Кирманты Бальчута. Первый день учебного года почти во всех школах начинается одинаково. С первого звонка для первоклашек. В этом году их примерно 20 тысяч. И они в особом почёте. При нынешней системе финансирования деньги следуют за учеником. Именно от укомплектованности первых классов зависит будущая школа. Музыку заказывают родители. Мы рассматривали много вариантов, но 80% сразу было в пользу этой школы. Они очень хорошие отзывы. И она находится в более-менее выгодном для нас месте. А главное в школе это что? В школе получить знания, чтобы выучиться. Очень хорошая, маленькая такая семейная школа. Поэтому нам понравилось. Плюс на литовском языке образование. И литовский будет тоже, в принципе, там неплохо. В рижской литовской средней школе недостатков первоклашков нет. В этом году здесь укомплектовали два полных класса. Хотя желающих учиться было гораздо больше. У нас два первых класса, но максимум по 25 человек. Сколько мы можем посадить в трудно маленьких таких помещениях, как в литовской школе. Ну и вообще, если сравнить, сколько было у нас, когда мы пришли в это здание. Это 12 лет тому назад мы пришли с 51 учеником. Теперь у нас 397. Так что вы видите, что у нас растет школа, развивается. По данным Министерства образования и науки, самый большой недобор первоклашек в сельских школах. Специалисты это объясняют экономической диспропорцией. 75% школ находятся на периферии, но при этом более половины учащихся учатся в крупных городах. Вот и получается, что в рижских школах даже перебор, а в некоторых сельских школах в первом классе всего 6 учеников. Но все зависит от демографии. В Сигуде, например, вчера открылась новая начальная школа. Рождаемость там в два раза превышает смертность. Школа стала естественной необходимостью, чтобы предложить всем родителям и их детям возможность получить качественное начальное образование здесь, в Сигуде. Иначе как-то странно получается, что родителям приходится возить своих детей учиться в Ригу. В начальной школе 122 ученика. Она разместилась в здании бывшей средней школы в Лауренче, которую в свое время закрыли. Но в целом по стране число учащихся сокращается. В этом году в Латвии неполных 200 тысяч учащихся. Это на тысячу меньше, чем в прошлом году. С кем-то почета Карлес Кристофсонс, Андрис Дамбурс, телекомпания ТВ5. У посла России в Латвии Александра Вишнякова сегодня тоже начался новый учебный год. Он отправился в Елку.